К сожалению, мы уже давно не самая читающая страна в мире. То ли дело в новых технологиях, то ли в том, что книги стоят достаточно дорого. А ведь у многих людей тысячи, как они полагают, ненужных книг. И книги эти сгорают в печах, превращаются в пыль или просто убираются на самые дальние полки. Для того, чтобы этого не случалось, придумано целое движение под названием Book Crossing. Его участники отпускают книги в путешествии, оставляют их в общественных местах. Чтобы любой человек мог найти книгу, взять ее домой, почитать и снова положить в общедоступное место. Для того, чтобы отпустить свою книгу, давайте зайдем на сайт bookcrossing.ru. Здесь можно скачать специальные наклейки для книги. Вот они, я их подготовил. Первая наклейка – «Эта книга не потеряна», чтобы человек обратил внимание. И вторая, которая находится уже внутри книги. Вот я подготовил книгу, в которой можно почитать обу-кроссинги, чтобы человек понял, что за книгу он нашел. Также к книге присваивается специальный идентификационный номер, по которой можно отследить движение книги. Итак, давайте попробуем отпустить наши книги в путешествии. Первое место, где мы хотим оставить, отпустить свою книгу – это Центральная городская библиотека. Здесь для таких книг есть специальная полка. Еще тут нам расскажут, что же такое bookcrossing. Наша Центральная городская библиотека, полка с таким необычным названием bookcrossing, появилась в апреле 2010 года. Она была создана в рамках недели активных действий bookcrossing, приурочена к Всемирному дню книги. То есть само движение bookcrossing существует очень давно, с 2001 года. На сегодняшний день она насчитывает уже более 400 тысяч участников, о которых мы как бы можем узнать на сайте bookcrossing.ru. У нас с начала действия этой полки зарегистрировано уже более тысячи книг. И если вы как бы смотрели сайт, открывали мою страничку, там указывается, сколько книг отпущено, сколько поймано. Что значит поймано? То есть вот этой книги оставляются здесь на полке. Они без шифров, без номеров. И вот каждая книга у нас снабжается наклейками. То есть регистрируется на этом сайте и снабжается наклейками. То есть видите, вот уже не потеряна подробности внутри. То есть уже как бы привлекает внимание, да и любой человек, проходящий мимо, он возьмет книгу с полки и посмотрит. И вот здесь вот уже дальше вся информация есть. То есть обращение к дорогой другу, кто нашел необычную книгу, она является частью Всемирной библиотеки. Вот, то есть у каждой книги есть номер на этом сайте. Регистрируется каждая книга, ей присваивается номер, и она отпускается в свободное плавание. На самом деле я тоже подготовил книжки. Я вот хочу одну книжку у вас оставить, и две выложить где-нибудь на улице. Просто подарю нам книгу. Вот, единственное, здесь нет надписи такой сверху. Одна есть надпись здесь. То есть я ее зарегистрировал, зашел на сайт. Я надеюсь, что кто-нибудь ее возьмет и ответит нам на сайте. Вторую книгу, вот эту, мы оставим в одном из кафе нашего города. И последнюю книгу мы оставляем на остановке улица Комсомольская. Давайте ее куда-нибудь припрячем. Вот сюда, например. Вот, я надеюсь, телезрители наши ее найдут. А вообще, когда мы готовили этот сюжет, я пытался найти людей, которые регулярно занимаются буккроссингом. Но таковых, кроме библиотекарей, к сожалению, нет. Хотя хобби, с моей точки зрения, очень полезное и интересное.